всем добрейшего времени суток сегодня я начну довольно длительный наверно подкаст будет записано в нескольких частях возможно даже я его дотяну до октября я вообще подумал что данные планомерно так растяну это дело до октября и вот мартин записывать и выложу на хэллоуин и но может быть я изменю это решение если не что-то не понравится кратко получится на общем да я это тот мой как раз на стримах играем в костлявого ванюшу и там главный злодеи все время драку но практически всегда ну я и решил собственно немного покопаться относить драку у меня есть книжка брэйма стокера откачать от чего собственно все пошло и как я откопал в интернете экранизации дракула оказывается было тьма тьмущая в принципе я чуя удивляюсь то книга ты была написана еще 19 веке в конце 19 века сейчас так называемый public domain общественное достояние авторские права срока уже давно закончился и кто угодно может делать чего угодно про дракулу и никто его спрашивать даже не будет поэтому да я начинаю с годов 50-60-х поперли самые разные экранизации в том числе даже порнушные я удивился но даже было парочка таких собственно за сим я решил как раз таки внедриться все это поподробнее и хотя бы хотя бы для начала остановлюсь на фильмах а там посмотрим уже как дальше пойдет естественно сначала перечитала в очередной раз уже отец книгу чтобы так сказать освежите в памяти а потом уже пойдем по эфирам собственно если кто-то не знаком с романом я рекомендую все-таки этот роман начал перечитать а потом уже дальше слушать подкаст если вкратце то значит событие происходит в конце собственно 19 века из-за чего кстати все там старомодное довольно таки манера речи технологии естественно поэтому будьте морально к этому готовы многим этот аспект не нравится я читал отзывы о книге и многих это вводит ступор не да есть такие люди которые не читают описание книгам и даже не знают что они собираются читать а потом удивляются почему это не скажем так не подвержены их ожидания я даже встречал вообще комментарии в стиле а почему это не похоже на фильм 92 года на как они видимо думают что эта книга по фильму написано не наоборот да есть и такие но в общем да будьте морально готовы к тому что там все старомодные такое еще один момент который многих неприятно удивил бы мне он даже понравился это то что книга написано в этой манере хроники что ли я не знаю то есть там нет вот именно что вот описание как бы непосредственно стандартного для нас рассказа в книге все подается от лица разных персонажей виде этакой задокументированной хроники или дневники или телеграммы и письма переписка и так далее и тому подобное то есть они как бы общаются друг с другом вот таким вот образом и мы на это все смотрим со стороны это придает книге такую долю реалистичности что ли будто вот читаешь какую-то вот хронику в старых газетах я не знаю что-то в этом роде определенная такая интересная деталь и опять же многим это может не понравится но мне дочь даже зашло опять же придает не то чтобы реалистичности опять же общего скажем так веса к этой всей истории быстро в нее погружаешься ну собственно с чего значит все это начинается начинается условно можно поделить книгу на несколько скажем так частей или актов первый акт это собственно приезд приезд нашего главного героя одного и главных героев джонатана харкера замок драку харкер работает с тряпчем это так видимо юристы в то время назывались он приезжает к дракуле потому что тот тот изъявил желание приобрести недвижимость в лондаре джон естественно англичане вот он прибывает в восточную румынию на границу страницельвании чтобы как раз таки вот это оформить туда поездку там заказать повозку лошадей там чтобы отвез опять же 19 век сидела и уже вот так сказать своеобразная такая вводная нам показывает определенные вещи что и такая доля доля мистицизма то есть там есть сцена где местное население скажем так деревенщина пытается это отговорить его от этой поездки только он сказал они все сразу перепугались там обе это одна бабка ему оберег какой-то дает все там знаки показывать типа этот от нечисти всякой все дела но харкер естественно будущих цивилизованным англичанином а не какой-то там будлятина из провинции он естественно все это не верит и отправляется это конечно утрирую но все равно не верит во все это он отправляется на сделку на это вот доезжает до определенной так скажем развилки где его высаживают и по идее вот он должен был встретить другой возничий и он его таки встречает но он оказывается возничим-то не довольно-таки странным с горе пополам они все-таки добираются я не буду обезья писать все прям детально опять же советую книгу перечитать у автора очень много вот это тоже можно в плюс внести очень много внимания к деталям во многом за счет того что это все-таки книга это не фильм и подобное описание детали все-таки надо и там провод серьезно детали описываются очень живо пейзажи ландшафты где вот происходит все действие то как одеты персонажи как они себя ведут а это вот все прям прям вгрызается так сказать в мозг ну и собственно доезжает он под рада замка дракулы тот приглашает его к себе и начинает так сказать знакомство знакомство получается своеобразным то есть общаются не в основном по ночам нам-то понятно почему потому что дракула вампыр харкер это непонятно и он все время удивляется волчу за фигня жрать он не жрет днем его нигде не видать чем занимается и при этом он его своим запирает со временем он естественно понимаешь что то тут не то затем графом и понимает что он нечистая сила есть несколько сцента например сцена где он харкер выглядывает в окно и видит как дракула из соседнего окна в лазит и пластинки перебирается куда-то другое место в своем замке или там была сцена где харкер брился смотреть естественно зеркало но при этом дракула подошел к нему незаметно это как бы отсылка на то что вам вампир в зеркале отображается это вот кстати тоже можно в плюс занести этой книге то что скажем так вот таким вот нет как бы так сказать книга не дает тебе скажем так информацию в лоб то есть она вот не прям вот говоришь на вот до дракула вот то-то 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 вот у него такие такие способности и он вот тот тот умеет нет этот как раз таки показывается через непосредственно сам ход истории это тоже приятный это ада была там еще сцена с вампирессами скажем так когда харкер уснул вне предела своей комнаты и там его нашли три вампиресса как их назвал вампирши и пытались его соблазнить и сожрать дракула все-таки успел харкера спасти потому что пока он ему нужен чтобы оформить все документы и как бы харкер обучал дракулу всяким юридическим при приблудом там этому тоже было много внимания уделено вообще первый акт несмотря на то что там по факту то особо ничего не по не происходит где-то на и страниц 50 занимает но при этом он считается довольно бодро опять же за счет вот этих вот описание всяких деталей сценок и так далее тут кстати нам показывают дракулу в плане как именно персонажа и вопреки мнением о том что дракула это просто тупо стереотипичный вампир который просто хочет жрать крови ничего больше это не так дракула здесь вот именно что раскрывается вот как полноценные хорошие так скажем не в плане хорошие именно хорошие дела делать а именно как в плане хорошо прописанный персонаж за счет вот именно как раз диалогов с харкером он образованный он хорошо подкованный он много читает он много знает он она там есть сцена где он рассказывает якобы подвигах своих предков на самом деле мы как бы понимаем что он о своих похождениях военных рассказывает когда он с турками воевал и за румынию и нам он показал здесь не какой-то абстрактное вселенская просто зло а как скажем так морально дуальный персонаж интересно то есть он себя как бы злом ты не считает и с одной стороны мы как бы можем его понять он скажем так он всю жизнь был графом то есть он так называет как бы голубых кровей то есть из высшего общества он на себя вот таким вот считает как бы не то чтобы как бы так сказать прям вот великим но он скажем так считает себя достойным правителем защитником своих земель то есть он как бы заботился своем населении все дела это не вот то что вот как вот все характеризуют его как вот как бы опять же в книге это напрямую не указывается но явно дается автором намеки то что дракула основан на владе цепише третьим который получил прозвище колос колосажатель за то чтобы своих врагов сажал на кол именно что врагов преимущественно о своем населением вроде как заботился опять же таки можете меня поправить вот и в книге вот это вот тоже как бы показано то есть он как бы такое знаете не то чтобы брезгливо или возвышенно относился к другим людям но он считал себя как бы выше их по статусу то есть даже с харкером она общался вроде как по дружески но он как бы давал понять что типа я все-таки графа ты челить передо мной имеет в виду типа вот в этом плане опять все очень хорошо описано но как я уже сказал да все сводится к тому что харкер все-таки для это узнает что дракула все-таки не человек вот там есть еще сцена когда он находит его спящим гробу и дракула когда днем он типа как это спит но все-таки понимаешь что вокруг него происходит и он это там было написано что он типа с это ухмыльнулся мол да ты нашел кто есть на самом деле но куда-то от меня денешься замка тобой и того действительно деваться некуда и приходится заниматься ему делами а дракула на самом деле очень даже продуманный опять же таки в этом плане тоже показывал многое продумывать заранее он заставил харкера так сказать обучить его вот этому юридическому делу чтобы он потом впоследствии сам мог этим всем заниматься это тоже очень хороший момент который многие стараются не замечать или просто игнорировать в общем первый акт вот такой вот второй акт условно можно назвать знакомство с другими персонажами а именно супругой или это все будущие супруга и джонатана харкера минной мэрей который как раз таки выйдет за него замуж по ходу книги ее подруги люси вестерна или вестерна я все время буквально одну букву вестерна а также скажем так некоторых второстепенных казалось бы персонажей но который так или иначе будут переплетаться во всей этой истории например вот между мины и люси там будет переписка когда они разъедутся на некоторое время и люси в одном из своих писем мини будет описывать то как три друга они как бы друг друг другом знакомы но непроизвольно они влюбились все втроем в люси и все втроем в один день предлагают еру руку и сердце вот сами сами того как бы не понимая это артуром холмут какой-то богатый аристократ которому собственная висе я ответила согласием его друг из техаса квинси морис и еще один его друг и джонс юфорд которые владелец психиатрической клинике там наблюдается много пациентов на да да на конкретно нас интересует по имени редфилд старикам там был сказавшим 58 59 от кор 60 лет ему и вот вот этот второй акт по сути можешь сказать знакомы с вот этих персонажей с нами так сказать описывание и друг с другом опять же вот это чуть через вот эти вот переписки минус люси переписывается а также джон периодически ведет дневник так как он врач он записывать свои всякие врачебные там хроники ну и плюс еще свои там добавлять опять же вот там про рэнфилда часто вот указывается этот второй акт тоже идет где-то страниц 50 может быть условно тоже немного но дает так сказать все общее понятие вообще знаком далее можно сказать начинается 3 ок начинается так сказать проявление определенной чертовщины то есть по мере того как граф приближается к местечку под названием уитби я вот этот акт происходит кстати как я почитал это действительно вот автора брэмстокер он все срисовал с реально существующего небольшого городка в лондоне то есть там прям все прям вот когда сцена описывается и вот прям прочитал что вот он про вот один в один все перенес то есть люси и мина очень часто сидят на высоком холме на лавочке рядом с кладбищем и церквушкой и вот там все это прям вот очень подробно описаны и очень напоминает одно конкретное место рядом с ломбана в пригороде ломба собственно в этот пригород раз приплывает корабль на котором так сказать все запланировано это запланировал драку он короче заключил договор о перевозке 50 ящиков землей и в одном из этих ящик как раз таки спит есть же типа поверье что вампиры должны спать в своей собственной земле там где они захоронены бы вот он это тоже запланировал эти 50 ящиков специально специально много ящиков взял чтобы эти ящики разослать по всему лондону чтобы у него так сказать несколько схронов было опять же вот все продумал мужик блюд я по мере того как он приближается там начинается творится какие-то странные вещи то из-за парка волк сбежит ну или в частности вот рэнфилд начинает глюны ловить и лисия начинает у нее обостряется лунатизм этом указано что у нее в детстве страдал этим потом как-то все улеглось а сейчас вдруг опять возникло ну и вот дракула значит так сказать импровизировано пришвартовывается скажем так в этом уитби импровизировано потому что пока он плыл там опять же в виде хроники это видеть не это как это называется не дневника ну короче видеозаписи капитана описывается то что он постепенно так сказать питался кавычках экипажем этой шхуны этого корабля и в итоге там никого живых не остался на ему то нафиг не надо было он же мог его своей темной силой направлять правил правильном управлении чтоб тут толку я надо и вот когда он туда приплыл вот как раз таки чертовщину усилилась и в одну прекрасную так сказать в кавычках в кавычках прекрасную ночь люси опять браздила про просторы это небольшого городишка в приступе лунатизма и прибыла вот на эту скамейку на которой обычно сидят и там как раз драку и и кусанул впервые не вот началась какая-то якобы непонятная болезнь начала терять кровь мы-то понимаем опять что происходит персонажи книги не понимают для них это что-то новое об этом узнают джон как раз психолог он как бы врач его просит типа осмотреть люси типа чё-чё-чё-чё за фигня тот тоже не совсем понимает что происходит но до потери крови но куда надевается тоже непонятно его как раз вызывается дружбана кори фана из голландии по имени абрахам вангельсин тот прибывает и у него когда он осматривает люси у него закрадываются так сказать смутные сомнения происходит он мужик типа образованный и в оккультизме в том плане тоже то есть там указано что у него там докторских всяких степеней в разных областей науки тьма тьмущее что там даже когда описывали его там доктор наук вот этих доктор наук вот этих и потом просто уже и тогда и т.п. то есть уже сам автор дает понять что мужик знающий знает он много не успокоиться вот и как бы он начинает понимать что происходит но до конца в это не верит опять же все таки типа век науки все дела но так или иначе в этом начинает постепенно убеждаться но уже что называется поздновато вампыр тут где-то обитает и он людскую медленно но верно сожрал происходит так сказать похороны все как раз это все с абрахам знакомиться постепенно артур в трауре приступе истерики будет происходит ван хельсинг задумал так сказать неладный сначала он договорился с джоном потому что друзья все таки джон его учеником был а начинает происходить стран странные вещи как раз после смерти люсии в частности начинают пропадать дети их находит потом на следующий день опять же с такими же симптомами скажем так как как и у люськи и те рассказывают про какую-то феечку это которую не видели перед тем как сознание потеряли опять же нам понятно что происходит от персонажем нет вот только ван хельсинг чет начинает подозревать так сказать вот они с джоном отправляются на кладбище в склеп и люськи и дожидаются как всю ночь там ждут сидят ждут и как раз таки видят приближающихся к слепу люську с детям на руках где-то дитя спасают алюська раскрывается склепит ван хельсинг этого ждал и джон типа говорит типа вот видишь вот так пол и так твоя возлюбленная того этого нечесть теперь да отчет с этим делать это но джон сочет как сомневается опять же где-то века науки все дела плюс он человек науки и тогда ван хельсинг собирает всех троих ее возлюбленных и отправлять уже вместе с ними там уже происходит прям прямая так сказать конфронтация то есть люська показывает во всей красе сначала она пытается артура соблазнить потом когда ван хельсинг перед ней перед носом крестом помахал то свою страшную рожу показала и все уже поняли что да все уже уже называется пора они уже приходят днем в ее склеп вскрывают группа она там спит сокровавленный скандарт физиономии но кем попыталась последний раз и артур ей значит кол в сердце ван хельсинге и башку срезает и решают таким макаром найти того оригинального вампир который я покусал и по хочет так сказать с нечистью насовсем тут как раз мина уже будучи харкером потому что нашла как раз харкера который с горе пополам таки спас из замка дракулы он попытался вылезти из окна не совсем успешно вот короче долбанулся немножечко башкой оказался в прилегающем монастыре его там выходили поэтому прошло не там несколько недель прежде чем он написал мини что так так мало так мол я жив-здоров возвращаясь в лондон но вот я пережил какую-то всякую бяку я ее описал в дневнике но дневник запечатал чтобы я про это не вспоминал никогда и это типа вот я доверяю его тебе как признак нашей веры все дела и они там сать поженились в этом монастыре но гуляя по лондону в одном в один в кавычках опять же прекрасный день у харкера случается приступ потому что он видит как раз таки дракулы только уже в лондоне непосредственно помолодевшего потому что он кровяки напился это как раз таки приводит тому что мина вскрывает его дневник все это дело читает и во все это начинает вникать как раз таки это при этом до этого она пишет письмо люсе опять же никакого интернет тогда ведь не было письма же общаются в это самое уидби и это так мало так типа вот я своего теперь мужа так сказать мы с ним вернулись в лондон все дела и как-то вот словом обронила это и вот собственно таким вот макаром как раз таки вот ван хельсинга ван хельсинга он же ему доверили как раз дневник люсе чтобы понять типа где и как она подцепила так сказать заразу и вот там как раз его было упоминание мины и вот он с ней связывается и вот когда мина встречается с ван хельсингом когда он объясняет всю ситуацию так раз рассказывает про приключение и мужика в кавычках приключения и тогда он хельсинг понимаешь вот он хмырь то скотина дракула значит вот он на что виноват и таким вот макаром все персонажи как раз таки сходятся в лондоне и начинает так сказать координировать план по захвату план перехват сочинять как его значит это найти как его схватить но вот незадача полоумный рэнфилд он же как раз тоже типа связан был с дракулой он как раз таки ним не произвольно пускает дракула в дом они все установили остановились джона у него как я так по его особняк которым он живет ты ты же есть психиатрическая боличебница вот дракула типа не может войти в дом пока его смотрят они пригласили на его собственно рэнфилд как бы он в этом доме живет и он получается как бы его и пригласил то значит кусает получается уже мину и что называется начинать часики тикать им надо теперь поза поспешите раз дракулы покончить и начинается вот так сказать уже такая двойная охота скажем так они находят все схроны так сказать графа где его гробы лежат освещает всю его землю чтобы он не мог там них спать и граф приходится ретироваться обратно тебя в трансильвании начинается так сказать условная пак погоня заканчивается она тем что так приграничных землях дракуле они разделяются наша группа то есть двое плывут по реке пытаясь высмотреть где он там сам же не может переехать поэтому услуги на и цыган пользуется дракула двое едут так сказать близ реки по дороге тоже пытаясь высмотреть точно не знаю где они высадились по какой дороге поет агентам подобно ван хельсинг значит с миной отправились на период непосредственно замок дракулы чтобы так сказать ему путь отрезать по и это там была сцена когда три вампирши вновь появились минуте позазывают она же она же уже укушенная то есть она пол дороги так сказать они это почуяли а в это время ван хельсинг как раз нашел изначальный группы в замке осветил его все заканчивается тем что догоняют так сказать этих цыган скрывают грабяшник отрезают ему башку или помни башку отрезает нож в сердце и другим ножом по горлу и выкидывают его из гроба то есть он не своей земле у него сил нет и все такое против и таким макаром все-таки побеждают не без потерь правда пока не дрались с этими цыганами нижний значок еще тупо денег дали ничего не волнует квинции все-таки по подрезали ножичком и он все-таки под конец погибает заканчивает с тем что они возвращаются трансильванию чтоб как раз на месте смерти квинси по это отдать память ему и там последняя глава так и такие пилок через семь полома лет после событий что что у мин и у джонатана дитя вырастает которого назвали собственном честь квинси мориса и вот на я таким вот макаром книга заканчивается мне она очень понравилась опять же ее несколько раз пересчитывал очень хороший роман опять же написан да в старомодной манере делает его плохим опять же я с удовольствием перечитал вот как раз перед этим записью начало записи от этого подкаста я перечитал мне он очень понравился освежил так сказать его в памяти опять же в который раз читается он очень быстро и мне даже приходит пришлось самого себя останавливать чтобы не прочитать его за один присед серьезно он очень просто очень быстро читается если бы я сам себя не остановил я почитал за один день вообще без проблем да я себя немного так сказать тормознул чтобы сделать себе несколько пометок вы наверно слышали по ходу этого подкаста что я листал пару бумажек щелкал карандашиком да у меня передо мной заметки определенно лежат которые хотел отметить непосредственно чтобы не забыть так сказать эти вещи очень хорошая книга отличная рекомендую всем прям вот без зазрея так сказать отличная вещь ну и собственно значит право экранизации опять же я пока хочу чистый вот про фильм а вот как вот было у меня с мумией был подкаст большой про различные вариации мумии наверное вот точно так же сделаю и про драку собственно вот сейчас я посмотрел первую его экранизацию на сферату 1922 года тут стоит отметить что он не под не является непосредственно адаптации прям книги в дословной потому что право на тот момент автор еще не получил и пришло как-то изворачиваться поэтому очень многое естественно с книгой не соответствует но общий так сказать концепт концепт там очень похож фильм черно-белый он не мой это тоже очень многое может всех оттолкнуть и до сейчас он смотрится очень топорно скажем так очень медленно и его рекомендовать я не могу вообще ни при каких условиях но когда я вот сейчас посмотрел все таки могу сказать что определенно атмосферу он выдерживает некоторых сценах даже до мурашек жуть наводит при определенных стечениях обстоятельств то есть я смотрел вечером с отключенным светом то есть да да я могу прекрасно понять почему этот фильм никто смотреть не будет собственно там очень много отличия от книги естественно опять же как я уже сказал прав не было события происходят в другом городе снимали его немцы поэтому там много очень немецких названий немецкие имена главного героя по он зовут хутор или хаттер я уже не помню точно некоторых персонажей либо объединились другими персонажами либо вообще убрали то есть там нет не артура не сьюфорта не квинси мориса вот персонажа люси имена объединили в один то есть это супруга как раз этого хаттера который по сути харкер дракула там не дракула там граф орлок но суть вся та же то есть этот хаттер прибывает граф утра это орлоку чтобы потому что тот хочет купить особняк в ихний в ихнем городе вот и пока этом закупьте заключает все соглашения харкер понимает что орлок он вампыр причем там а там вот как раз таки вот в отличие от книги там как раз вот прям черным по белому говорят потому что харкер или хутор прямо перед перед тем как ложиться спать в этом особняке читает небольшую брошюрку который называется а вампирах и нечисти показывают скажем так страницы из книги где описываются вампиры что как зачем и почему но все таки вот этот момент как раз мне не понравился ну и все естественно сводится к тому что орлок через корабль перебирается в лондон хаттер потом сбегает из заключения своего условного добирается до своей уже тогда уже супруги в начале фильмов там показано что они уже супруги но там какой-то идиотский способ справиться так сказать с тем а это граф начинает кусать всех подряд и все решают что это какая-то эпидемия который передается через крыс но потом из психуш как разбегает рэнфилд местный или как он там называется крон вот и все считают что это он всех кусают и начинает бегать за ним есть сцена где он бегает по городу и там толпа целая за ним носится там варлока очень мало очень мало сцен с этим сам варлоков вообще принципе по сути там лишь пара сцен в замке одна сцена в непосредственно корабле когда он убивает последнего матроса и капитана и по моему одна сцена когда лично переносит гроб 1 в особняк ночью и по моему последняя сцена и все больше с орлоком там сцен нет практически и до забегая вперед к стреливане симфонии ночи есть босс под названием граф орлок да это прямая отсылка на аносферат собственно да заканчивается как-то странно типа мина в кавычках вот хаттер читает в этой самой брошюрки о том как способ убить вампира и этот способ какой-то глупые то есть девочке чистые крови невинная то есть без греха за душой должна предложить ему вампиру свою кровь этот типо засосется до такой степеней что он забудет про время и это не успеет до рассвета смыться обратно именно это и происходит то есть и кусает это наступает рассвет и его первые лучи солнца типа убивают хотя в книге было четко сказано что на него солнце вообще смертельными действий то есть даже там сцена вот когда харкер его повторно так сказать встречает лондоне он его встречает днем то есть тот днем спокойно шастает по улицам единственное что он днем не может при применять свои способности при свете дня не не превращаться не в туман не в летучую мышь не волка не проходи то ничего не это проходить сквозь стены там смогут с помощью опять же таки тумана он ничего этого не может все вот это единственное ограничение но по-прежнему физически силен он может там прыгать на пять метров в воздухе там и так далее тому подобное а здесь вот он просто первые лучи солнца него упали и он растаял это этим и фильмы заканчивается причем до фильм очень конечно спорный для своего времени я могу понять что он шороха наводил и он был бы довольно очень страшным и жутковатым опять же даже по сей день пара конкретных сцен легкие мурашки по телу пробегают но да я не могу не река рекомендовать ни в коем случае этот фильм никому я его посмотрел так сказать для справочки принципе я бы не понравился но на разок да я его пересматривать точно не буду так на медне посмотрела значится дракулинского датировано 31 годом это первое уже можно сказать официальная экранизация книги потому что как я уже говорил на сферату там не заладилось с правами да это та самая черно-белая экранизация universal с белолду гости в главной роли тут конечно стоит отметить что за этим фильмом много всяких разных не то чтобы даже слухов своеобразных уже по современным меркам полноценных мемов прицепилась наверно самый популярный это то что белолу гости будучи не американцем нифига не говорил по-английски когда начал сниматься и это он говорил с диким акцентом и его начали приписывать то что из-за вот этого акцента он не выговаривал некоторые слова и появился такой своеобразная хохма то что дракула все время говорить бля-бля должен говорить блат но из-за акцента он говорит из этого папа пошла по современным меркам уже целый мем на самом деле это не так во всем фильме он вообще ни разу не говорит по-моему слова блат да он там говорит с некоторым акцентом но он же ведь играет европейца он играет графа дракулу так что он должен и как раз таки быть с акцентом и причем его акцент не сказать что будешь прям такой прям сильно выделяющий по крайней мере я спокойно понимал чем говорит что я не могу сказать например американских рэперов блин частности о неграх у них так такая манера речи постоянно что были даже если пытаться вслушивать у них зачастую скажем так без должной подготовки даже созданием английского то хер разберешь что они имеют ввиду а его я понимал спокойно ну так вот собственно фильм но черно-белый опять же но на этот раз он хотя бы не немой так скажем там они говорят но по-прежнему черно-белый поэтому это по-прежнему может многих отпугнуть стоит отметить что довольно сильно расходится с книгой несмотря на то что он как бы уже официально на ней основан начинается все как бы так же наш герой на этот раз не джонатан харкер на этот раз рэнфилд сам приезжает туда то есть они поменяли несколько ним немножечко местами некоторых персонажей некоторых вообще убрали рэнфилд приезжая значит в это в ром в романию с целью знаешь продать дракулинскому особняк там опять же вот эта сцена с местным населением которое услышав о том что он дракуле едет все сразу перекрестились он нежить все такое и вот тут вот как раз вот очень большая большой минус на мой взгляд они прям вот чок четко говорят что дракула вампыр его есть три жены которые тоже вампыры и шо по ночам они ходят там хромушку пьют и детей похищают и все такое и тому подобное то есть никакой мистики никакого саспенса никакого блин ничего никакой интриги нет тебе прямо в первые же две минуты можешь сказать все тебе все карта на стол выдают это очень сильно бьет по восприятию фильма как-то интерес сразу уже угасает даже несмотря на то что вот я казалось бы книгу читал я прекрасно знаю чем все это закончится но когда тебе уже сам фильм вот так вот право вот в лоб что называется выдает не надо так делать не надо опять же я понимаю почему так было сделано все-таки 30-е года тогда телевидение не было тогда все ходили кино смотреть кинотеатры есть не успел посмотреть его все то его больше никогда не увидел не факт опять же что люди читали книгу вот плюс тогда подобные фильмы были в новинку то все было в новинку поэтому я могу как бы понять неопытность так сказать киноделов но были на все таки определенный осадок это оставлять но собственно да они предупреждают ранфилда ранфилд естественно во все это не верит и отправляется в трахуле приезжает туда и вот тут вот надо похвалить так сказать декораторов что короче те кто отвечает обстановку локации все дела замок дракулы выглядит просто охрененно даже несмотря на то что опять же фильм черно-белый и старый и там зачастую просто настолько все темно что ни черта толком не разглядеть в прошлом фильме в носферату там как-то этот даже замком нельзя было назвать как бы внешне да то показывали типа старые такой полуразрушенный замок но показывали внутреннее убранство там показывает две-три небольшие комнатки а здесь прямо вот полноценный замок причем огромный появились это с здоровенными помещениями ханделябрами с дреда старыми столами то есть вот право за интерьер вообще вот отлично все все про хорошо сделано выдержанно ну и естественно дракула получает бумаги от ранфилда и говорит омаш типа завтра выезжает но показывают сцену как это а да до этого там показали сцену как раз таки пробуждение дракулы то есть там право опять же все выдают вам что называется на голод показывают гроб показывать как из гроба рука вот вот вытаскивается потом показывает как встает одна из его жён который кстати почему-то вообще никакой роли практически не играют здесь здесь они просто есть и просто появились они есть и все вот типа вот мы галочку поставили что вот это вот книжки было и вот мы вот тоже к это сделали все они там была сцена когда они типа пытались создать рэнфилда пока тот в отключке был но тут же появляется дракула отгоняет их шли вон далее она показывает сцена когда они уже на корабле то есть как они переезжают так сказать и нам показывают рэнфилда который сидит в трюме и который просто окончательно сошел с ума то есть или как бы не то чтобы объединили харкера с рэнфилдами до персонажей а именно что переставили их места при этом рэнфилд как бы вроде как не укушенный не является вампиром но типа дракулу своим хозяином называет всяческим прислуживает и при этом с выпущенными глазами с маниакальной улыбкой я не знаю как актер это вызывает слишком старый актер чтобы я узнал его но ему можно оскара давать он право отлично отыгрывать я не ожидал когда когда вот показывали рэнфилда в начале фильма когда он был так сказать обычным ищу человеком а потом вот это вот резкая перемена вот сразу видно что это актер что он умеет играть то есть совершенно прям другой персонаж прям на показывается хотя буквально вот сцену назад он играл нормального человека на протяжении всего оставшегося фильма будет вот такие вот пола умным с маниакальной улыбкой ну и собственно приплывают они нам показывают как дракула гуляет по лондону по вечерам периодически кого-то кусая и там он значит знакомиться с семейством стюардов да здесь немного переиграли здесь короче есть стюарт его психиатрической клиника куда кстати рэнфилда когда его обнаружили там в трюме куда рэнфилда посадили в эту психиатрическую клинику у него значит есть дочь мина и и возлюбленный джонзан харкер и ее иная подруга люсей больше персонажей нет потом последствий еще ван хельсин появится больше персонажей нет дракула значит идет с ними знакомиться потому что типа их ты сосед новый он как раз аббат соседство купил как книги было но в книге то он скрывал за тут он прямо это так вот и он заинтересовался обоими дамами впоследствии он сначала люси кусанет только она сразу резко исчезнет так сказать из поля зрения то есть нет ни сцена с ее кусание детьми там есть типа сцена когда один из персонажей это сторож читает газету заметку что типа появилась какая-то странная мадама которая по ночам детей уводит куда-то и потом дети с отметины на шее появляются но нам этого не показать опять же скорее всего наверное сделать над скидку на время тогда на это такое не принято было снимать но потом последствии дракула естественно западает на мину и и кусает ван хельсинг тут же заображается учета были тут не то и там есть сцена где опять же ван хельсинг ван хельсинг на 6 стюарт и его это мина харкер сидят там что-то общаются к ним заходит также по соседству дракулинский вот и ван хельсинг как-то обращать внимание что дракула зеркаль не отображает и он тут же соображает и вон такой вот весь из себя секой крестом перед ним помахал и тот сразу испугался и убежал и заканчивается все тем что харкер и иван хельсинг настигают так сказать дракулинского в его аббасы потому что сам себя спалил блин и кола ему в сердце значит такая на этом фильм заканчивается как видите расхождение с книги очень много это экранизация очень далекая так от истины она даже не слишком-то передает настрой основной книги но в плане оформления она до своего времени очень даже неплохо неплохой фильм из минусов еще стоит выделить его длину он всего-то час с хвостиком идет вам час десять что ли очень короткие опять же вот как вот я вот и описал там по сути не так что и много сцен особенно ключевых в основном все вся так сказать длина фильма получается за счет растягивания сцен то есть дракула очень медленно ходит все очень медленно делает он часто все гипнотизирует опять же чтобы так медленно все плавно так это типа нагнетая жути подойти к ним сидела поэтому я по-прежнему не могу рекомендовать этот фильм кому-либо но я пересмотрел с удовольствием но я прекрасно понимаю что этот фильм подойдет только вот определенной категории людей так сказать с определенным складом ума или под определенное настроение просто так от балды его конечно смотреть не будешь это точно но фильм все же таки неплохой до своего времени это очень хорошая вещь сейчас конечно да это уже другой разговор так я значит решила немножечко 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 скипнуть вперед дело в том что по идее по идее после фильма тридцать первого года студии universal человек штамповать самых различных про дракулу и не только про дракулу все-таки именно отсюда как раз таки появился в этот вселенная монстров от universal в частности про дракулу было еще несколько фильмов например сын дракулы где появился как раз впервые алукард просто перемирнули как тормашками и на и драку но короче их было полно их я уже смотреть не стал потому что я решил сконцентрироваться на том что хотя бы частично базируется на книге потому что фильмов про дракулу тьма тьмущая если я буду прям смотреть все что связано с дракулой и это лет на 10 так что я решился это так сказать немножечко себя ограничить чтобы так сказать не уходить за определенные рамки но собственно да если брать этот universal там наш был дракула там были дочери дракулы это был сын дракула и потом пошли уже кроссоверы с франкенштейном с этим нескакал с лайком волком он же вулфмэн но обратим по нашему еще там была какая-то комедия вот и и даже не смотрел вообще опять же фирмы для своего времени в принципе неплохие но как я уже сказал они книги уже вообще практически никакого отношения не имеют так что давайте мы их и пропустим за 7 я решил приступить к следующей так сказать полноценной экранизации или попытки экранизации это дракула пятьдесят восьмого года от студии хаммер это еще одна студия которая так делала свою собственную вселенную всяких монстрюков тут я наверно тоже не буду смотреть все фильмы про дракулу я только вот опишу 1 а так как было значит считаем у нас был знаешь дракулу 58 потом 60 вышла невеста дракулы потом шестьдесят что было дракула принц тьмы потом дракула восстал из могилы 68 потом кровь дракула 70 еще также в 70 шрамы дракулы потом дракула 72 года сатанинские что-то там не помню какая называлась дракула 73 года и еще какая-то пародия короче сколько у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 8 фильмов плюс пародия в этой вот вселенной везде кстати играла дракулу кристофер лейв естественно опять же я все смотреть не буду бля и ты это я буду это да вот это счет и до конца этого когда конца столетия буду это все разбирать поэтому давайте остановимся на фильме дракула 58 года значит у нас тут что если вкратце то фильм довольно сильно отходит от корона в книге экранизации его можно назвать как бы так сказать с довольно большой натяжкой но это давайте кратце опишу фильм а там вы уже что называется поймете значит начинается фильм казалось бы привычно харкер и джентль харкера значит приезжает в особняк дракулы дракулы в этом встречает правда уже непосредственно в особняке этот древо пешком добирается то есть сцены с повозкой нету прокол там встречает и значит это выясняется что типа харкер устроился библиотекарем вот но на самом деле он там он туда приехал как раз таки дракулу уже убивать то есть он знает кто такой дракулы и он пришел его так сказать уже вот искоренять и он уже так сказать подготовился у нас с кольями с молоточком так сказать все уже но вообще тут вопрос до хрена возникает на вещи чуть попозже об этом но пока он там ночевал он наткнулся на эту мадаму которая типа помогите мне помогите меня тут дракула значит это притесняет выражаясь современными мерками харкер вроде как это типа соглашается и она пользуясь его идиотизмом потому что я никак не могу это назвать как идиотизм она все-таки окусяет правда дракула все-таки успевает его спасти непонятно зачем потому что на следующий день харкер значит просыпается понимает что скоро станет варпиром и пока день идет искать грабинские дракулы и пытается его убить вместо того чтобы убивать его сначала убивает как раз таки вот эту вот мадаму то есть колу и в сердце от его вопли естественно сам дракула просыпается чего хотел добиться этот идиот харкер я вообще не понимаю потому что он естественно подыхать далее нам показывают ван хельсингом который туда же прибывает его кстати играет питер кушинг вот и это там типа на показывает сцену с местным населением которые пытаются вот отговорить но так или иначе прибывать таким замок но прибывает не вовремя и замк раз выезжать катафалк с гробом и ясен пень что дракула именно там этот ван хельсинг бросается в замок находит там грабяшник дракулы но там оказывается уже виде вампира спид харкер но он его естественно так сказать возносит в мир иной и замечает что у того портрет его возлюбленной люси украден и он таким образом понимает что дракула поперся как раз таки за лиськой видимо этот замок находится где-то поблизости они в румынии потому что он на следующий день уже находится семья люси а именно у ее брата артура и его жены миды то есть как видите персонажи здесь всех перетасовали они вроде как есть на них перед перетасовая люська уже укушенная вот она знает прекрасно что ее харкер и и мертвый она уже укушенная она уже под влиянием дракулы когда успел что называется непонятно к ней естественно вызывают врачей врач не понимать что происходит и вызывают к ней как раз таки ван хельсинга тоже типа будучи врачом а он и говоришь типа хотите спасти свою сеструху типа повесьте везде чеснок и закройте на ночь окно то есть все-таки частично хотя бы некоторые сцены из книги они такие перенесли как видите не совсем корректно скажем так естественно плюшку подыхает ничего не спасает никто не помогает ей вот и через некоторое время появляется значит дитё за которым как раз-то людьми начинает охотиться но это ван хельсинг так сказать бздит он ждет ее у ее могилки а я как раз вы в эту ночь замечает артур и он тоже приходит на эту могилу и таким образом как раз таки ван хельсинг с артуром убеждаются что да вот тут дракула бесчинствует и они объединяются и начинают на него охотиться то есть короче как адаптация она очень 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 спорная когда я впервые смотрел этот фильм когда-то давно я тогда еще книгу не читал но я уже смотрел другие экранизации драку и уже тогда у меня некоторые вопросы возникали сейчас даже когда я пересмотрел у меня еще больше вопросов появился уже в районе логики например даже если начать на взять начало фильм нафига харкер решил сначала убить бабу и узнаешь что главный дракула откуда узнает про дракула там указано что дракула с ван хельсингом друзья они оба знают про дракула и оба за ним охотиться почему они тогда вдвоем туда не приехали но все равно конечно вопросов типа тьмущие и они очень 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 стар странные через хочу хотел отметить а да все-таки есть там некоторые моменты который меня порадовали именно как любители внимания деталям отличие от предыдущих экранизаций здесь как бы так сказать есть определенные детали которые так сказать отсылают нас книги например она начинается именно с того что зачитывается дневник харкера то есть книги как разочек и все сказать поставлялась и это читателю именно как от от лица персонажей типа вы читаете их не записки переписки письма дневники и так далее приятный деталь или например вот то что был плата в одна сцена где ван хельсинг зачитывал свои мысли виде аудио дневника я уж не помню как это агрегат назывался фонограф но в книге тоже такое было казалось бы мелочи но я вы знаете я люблю когда как экранизация этот фильм довольно таки далек от скажем так своего прародителя но по-своему по-своему фильма довольно хорош в том плане что здесь закрепилась уже так сказать общая атмосфера вот именно персонажа дракулы и его так сказать окружении да все это по и появилась по большей части именно в драку 31 года по большей части но закрепилась вот именно вот здесь во первых сам образ дракулы благодаря крис фирули высокие худощавые с властным взглядом таким молчаливый и вот это его так сказать вторая форма что ли выражаясь и геймерским языком когда он так сказать показывать свою вампирскую сущность вот этот бешеный взгляд кровавленные клыки хищный оскал вот этот по-другому мне кажется нельзя передать вот этот образ дракулы за крис фирм ли не зря закрепился он здесь просто прям вообще вах прям очень здорово очень хорошо получился то же самое можешь сказать про его окружении древний замок опять же был еще и тридцать первом году в том фильме но там он был показан всего лишь двумя-тремя комнатами а здесь он гораздо более декорации здесь вообще в этом фильме очень хорошие очень это хорошая работа со светом все такое брачное очень хорошая работа с тенями операторская работа вот именно вот та самая вот атмосфера готического хора которая постоянно толдычу вот она вот в первую очередь пошла вот именно с этого фильма до опять же зародилась она именно в дракуле 31 года но здесь она так сказать приобрела с когда настоящую нас настоящий облик настоящую форму поэтому фильм получился спорным рекомендовать его трудно именно как экранизацию его рекомендовать практически невозможно потому что практически все перед лопателем но вот именно за счет атмосферы за счет игры актеров за счет декорации постановки этот фильм посмотреть я рекомендую особенно если вам нравится старые мистические триллеры как бы полноценным хоррором я бы этот фильм сейчас вряд ли бы назвал это скорее больше триллер поэтому смотреть или нет все-таки решайте сами так следующая интерпретация дракулы на этот раз у вас 70 года так и называется граф дракула очень знаете спорный конечно фильм получился с одной стороны он меня очень сильно заинтересовал первые полчаса но потом очень сильно разочаровал насколько я понял он был скажем так созданием сразу нескольких сторон то есть там и это когда как это правильно сказать спродюсирован или создан как-то вместе короче там совместное англо испанское итальянское германское производство но несмотря на это вот прямо по фильму отчетливо видно что ли бюджета не хватило либо не хватило времени короче первые полчаса довольно близки к книге весь нам показывают как прибывает харкер бестрицу как его там пытаются отговорить местное население в этом плане кстати очень хорошо поставлено фильм там с костюмами станут с декорацией вообще ништяк значит потом харкер прибывает замок дракулы дракул опять играет кристофер ли поначалу мне казалось несколько странным что она не не как бы в хаммеровском фильме и опять играет дракулу но все-таки да у него образ как-то сложился в раку и вот здесь я кстати заметил один момент который я раньше никогда не обращал внимание но сейчас он не прямо глаза сразу бросается дракула с усами в книге было как бы написано то что он усатый усан вот но ни в одном фильме до этого он не был с усами а вот в этом фильме о впервые с усами и вот теперь я как бы другой образ дракулы как без усов я теперь не могу воспринимать я не знаю на кристофер ли они еще так хорошо си сидели прямо отлично вот и опять же кристофер ли он все-таки играл драку уже в прошлом как бы не прошло фильме прошу фильм который я смотрел вот другой студии от студии хаммер там-то был без усов и вот вот этот образ как-то сразу резко контрастирует и бросается в глаза и запоминается ну в общем вот эти вот первые полчаса как бы вот этот вступительная арка скажем так она очень довольно таки близко книге мне это прямо понравилось там даже была сцена с монологом где дракула с харкером сидят там вечерничаю скажем так болтают она и дракула описывает там как бы и это свою прошлую жизнь но типа 3 3 лица не спалить на самом деле вампир это прям это очень хорошо сыгранный монолог опять же кристофер рублей когда он описывает как бы внутренний мир дракула и его характер вот одной сцены отличного но к сожалению потом фильм резко скатывается не то чтобы в говно он просто резко уходит в сторону опять же я не совсем понимаю что конкретно случилось времени хватило для съемок не хватило денег но фильм резко вильнул в сторону во первых он идет всего полтора часа а есть учитывать что я уже как бы сказал что первые полчаса этого чисто вступительная арка вот знакомство дракулы с харкером так сказать все что с ними связано я думаю прекрасно понимаете что все стану оставшуюся книгу за один час впихнуть это вообще просто в принципе реально было из-за чего во первых там очень много всего всего вырезано во вторых там очень скажем так поспешно и такое повествование то есть такое ощущение как будто они снимали сцены все последовательно и вот первые полчаса когда сняли потом осознали что на на все остальное у них ни времени ни денег не хватает они решили все побыстрее 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 и это в итоге первая треть фильма отличная а все остальное как-то вообще ни к силу ни к городу даже даже если без привязки к книге даже если смотреть фильм как бы самостоятельно отдельно прям вот чувствуется что-то не хватает протяжении вот 2 3 2 3 3 3 3 скажем так прям чувствуется что чего-то нет опять же как я уже сказал там много вырезано там вырезан персонажа артура можно сказать вырезан персонажа квинси морриса вырезан доктор джонс юборд как бы они там есть но они либо и объединены то есть например квинси моррис он как раз как бы объединяет себя персонажей и морриса и артура одновременного они как бы там есть но они там есть постольку поскольку номинально но в целом хотя бы основная основная как бы основа то что дракула перемещается в лондон опять же нам не показывают это вот то что пытает пытается схавать сначала люську ему это удается а потом и мину ему это уже не удается кстати тут есть сцена где люська будучи вампиром попыталась куснуть одного из детей до этого в экранизациях этого не показывали потому что сцена с детьми все как-то для того времени это было ого нельзя нельзя поэтому это первая такая экранизация которая вот так вот осмелелась скажем так в целом конечно фильм вышел ниже среднего во многом это за того что какой-то покоцаны недоделаны но у него есть хорошие интересные вещи опять же во множестве деталей вот тут тот те же усы например опять же я теперь не могу разорота образ дракулы без усов воспринимать броня не знаю вот так так вот прям вот это ли хорошо дракулы сыграл больше западает прям мозг мне понравились практически все актеры которые там играли хоть там и было можно сказать немного я не я я и ни одного из этих актеров знать не знаю потому что опять же таки фильм старый но вот тут который сыграл ван хельсинга прям вот он вот прям отлично под роль подошел такой знаете не то чтобы низкий такой но такой при при приземистый седовласый такой но при этом мужественный старикан он при этом так как бы много знает смелый он это впереди планета планеты си так сказать это все пытается сделать вот рэнфилда сыграл тоже актера интересно то есть если раньше рэнфилда показывали каким-то просто чеканутым глаза по чайнику с дикой ухмылкой и потому что он там просто хихикает и орет и прыгает на месте то здесь прям вот он какой-то знаете вот чувствуется в нем что-то одновременно неестественное и при этом как бы это как бы человечное то есть как бы в книге намекается на то что он как бы так сказать принадлежит дракуле будучи его так сказать и каким-то своеобразным рабом таким вот здесь вот в этом в этом фильме нами впервые что-то подобное пытались показать по его поведению по манеру речи актер который отыграл рэнфилда здесь вот за это за это зачет девок подобрали красивых люська и минка там прям не вот именно что вот прям саксофильных там грудастых там все такое все дела а вот именно что красивых опять же зачем во многом это за счет костюмеров и декораторов которые вот оформление вот это вот конца получать 19 века вот это все воспроизвели смотрится все и на мужских костюме персонажах тоже костюмы очень прям аутентичны что ли я не знаю смотрится то есть посмотреть фильм все-таки наверное стоит разок но вот да когда вот смотришь вот первые 30 минут условно говоря ты смотришь прямо вот по крайней мере я смотрел прямо с очень большим интересом но когда вот фильм переносится так сказать уже из замка дракулы в лондон там там прям все про практически рушится с точки зрения сюжета нарративы опять же даже без оглядки на как бы книгу просто чисто как самостоятельное произведение там все очень плохо склеено так что я не знаю что случилось но как-то даже обидно вот начинаешь фильм смотреть ты вот в него как бы так сказать погружаешься тебе он очень сильно нравится а потом все идет по причинному место искать и дракулы то мало опять же сколько вот я могу хвалить кристофер или в роли дракулы вот а мало опять же прекрасно понимаю что его как бы не главный герой как бы главный злодей но все равно его маловато хочется больше в общем да экранизация 70 года оказалась весьма спорной во многих смыслах но при этом в некотором ключе довольно интересный я все-таки не жалею что я потратил время на просмотр но рекомендовать конечно кому-либо не сомневаюсь что это кому-то зайдет так далее у нас идет значится дракула 74 года для британского телевидения по-моему его по bbc показывали очень странный очень странный начинается в принципе относительно неплохо так как и в прошлых и принципе значит харкер приезжает бестрицу вручают письмо дракулы то есть близко довольно книги харкер не отговаривают но там да скажем так когда он выходит из уже из этой гостиницы и там стоят народ переговаривает с него пальцем показывают типа не понимаю куда едет в принципе это понятно вот но доезжать до дракулы и тут уже вот как раз начинаются расхождение с книгой там уже практически сразу например поведение дракулы если в книге он было гостеприимным то есть не хотел спалиться сразу скажем так он с харкером беседовал был добропорядочным таким опять же гостеприимным хозяином тот же монолог где он рассказывает про свое прошлое но якобы якобы своих потомков на самом деле про свое здесь ничего этого нет видим опять же таки учитывая продолжительность помог где-то час сорок идет этот фильм они решили многое сократить и вот эту цена явно этом подтверждение он там чуть ли не насильно заставляет его писать письмо своим родным оставляет его тип все ты со мной на месяц на следующую ночь он уже харкер уже встречает жен дракулы которые просто сразу же хотят его сожрать фильм скажем так в этом плане не тормозит не нагнетает никакой атмосферы он просто прям вот напрямую тут же стоит отметить что декорации здесь довольно паршивенькие но опять же скорее всего видно что фильм снимался именно для телевидения то есть бюджета у него было не сказать чтобы много прям по оформлению скажем так по интерьеру видно что это нифига не замок лучшем случае ну богатенький особняк но это не замок нифига как бы так сказать актеров по типажу подобрали прям вот очень плохо это вообще касается всех актеров не только дракулы харкера прям вот абсолютный пробах практически по всему касту вот абсолютно очень не под не под не подходит не они это ни одного персонажа не подходит ни один тип типаж скажем так очень сразу это бросается в глаза харкера по идее должен быть молодым так сказать энергично там до 20 максимум 30 судя по книге а здесь тут какой-то 40 почти 50-летний мужик который еле двигается дракула его играет некий джек паланс вроде как считается именитым актером вот но поэтому фильм по нему не скажешь все время с такой странной рожей ходит вот я не знаю как будто ему ков в жопу вставили честное слово короче это все актеры и не то что плохо от отыгрывают они вообще просто не в своих ролях скажем так они не подходят этим ролям которым они должны обыграть но пройдет дальше я уже сказал это это от оригинального скажем так текста от оригинальной книги очень сильно фильм этот отходит после того как что-то обнаруживает то драку есть на самом деле дракула отдает его до съедения своим женам а сама благополучно отбывает в англии действует отметить что фильме есть своеобразная романтическая линия что впервые кстати фильм про дракулу я не знаю возможно прошлых хаммеровских фильмов что такое было но я как я уже сказал я многие из них пропустил я хочу вот именно что хотя бы те посмотреть которые непосредственно по книге они от себя полнейшие вот здесь отвели такую своеобразную романтическую линию что типа дракула когда там сцена была когда он с харкером знакомился он увидел фотографию харкера его возлюбленный и ее подруги то есть люси и мины и вот когда он увидел люсию люську он признал в ней типа свою бывшую возлюбленную и своей так сказать прошлой жизни когда он был владом цепишем кстати в этом фильме прямо указывается что это именно что влад цепиш это по моему первый фильм где об этом напрямую указан в одной из центов показано на гробе написано что-то влад цепиш я это отмечаю потому что даже в самой книге об этом не указано прямой там намекается но не указывается напрямую на собственно да как я уже сказал тут есть романтическая линия там показано сцены флешбеков когда он там с этой своей возлюбленной как с паре и звать вот и как раз люси так типа как реинкарнация этой марии потому что она прям один в на нее похожи именно поэтому на люську запал и хочет ее типа свою новую жену превратить и собственно это является так сказать общем как консенсусом очень общим толчком конфронтации к сюжете сожалению на этом можно сказать и все хорошее ты заканчивается вырезаны практически все персонажи осталось только ван хельсинг и артур потому что харкера грубо говоря сожрали людьми на это тоже считают потенциальной жертвой сначала кусает людьми постепенно опять же там показывает там есть сцена где и переезжает так сказать в англию на корабле но эта сцена заключается лишь в том что там показывает как раз таки финал то есть там показывает привязанного к штурвалу моряка и рядом стоит дракула и смотрит вдаль то есть уже так сказать последствия не показывает сцена потом переезжает в англию и там показывает что уже бы мать и люськи мисс вестерра позвала мину типа так было так вот пять дней уже что-то с моей люськи не то то есть ясно понятно что пять дней он ее кусает драку тут же проезжает ван хельсинг то есть они уже вызвали есть тут артур как я уже сказал которые жених люськи вот и ван хельсинг сразу в лоб а я вампир кусает надо вампир искать и по сути весь оставшийся фильм это как ван хельсинг и артур пытаются гоняться за дракулой дракула гоняется за катающимися туда-сюда миной потому что людьми он жрал уже мы еще не остается в итоге знаете этот фильм начинает напоминать какие-то слэшеры 70-х годов типа пятница 13 техасская резня бензопилу и так далее только вместо мужика в маске драку и все в общем фильм не не понравился мне не понравился декорации мне не понравились актеры не понравилось как они играют тот который играл ван хельсинга блин от натуральные боярские честное слово в молодости естественно то есть вам вообще не не подходит своим персонажем то есть как адаптация фильм плохой и как это как отдельный скажем так самостоятельный фильм он тоже плохой опять же я знаю что у джека пеланс есть много поклонников даже у нас в россии но блин даже он этот фильм не спасает он тоже отвратительно здесь играет опять же я не знаю может ему из-за клыков из которые должны изображать драку у него все время какое-то такое выражение лица с полуоткрытым ртом каким-то я не знаю в общем мне этот фильм не понравился абсолютно не рекомендую смотреть так следующая вариация адаптации дракулинского вышла уже семь седьмом году скорее всего вот это вот напасть скажем так адаптации по который поперла что называется с каждого угла там серьезно там этих адаптации бренд тьма тьмущая поперла причем не столько адаптации сколько зачастую просто какой-то либо бред либо просто какой-то спидли какой специфичной аудитории есть например блакула и 7 старого года да вы правильно поняли это просто дракула просто черный теперь ну а также поперла вся куча всяких каких-то непонятных вещей типа дракула против бэтмена бэтмена тогдашнего этого адама веста ну вот или билизы кит против дракулы это который ковбой связанное скорее всего с тем что на тот момент уже кончились авторские права на роман там в америке по около 70 лет что ли когда проводится заканчивается есть их некому обновить то данное творение переходит так называемый public domain общественное достояние ну и видимо вот этот как раз связано с тем что теперь все платить никого не надо за сим можно творить что угодно вот и пошло всякие вот эти вот засели довольно зачастую идиотских каких-то фильмов странных во многом даже никак не связаны с дракулой например есть собака дракулы 77 года тоже естественно я все это смотреть не буду собственно именно почему я и собираюсь сконцентрироваться именно адаптация непосредственно книги по большей части потому что если я буду смотреть все связанные с дракулой и этому до конца тысячелетия будут поэтому да следующий значит фильм 77 года называется просто игра дракула и это двух с половиной часовой фильм для тв снял его канал bbc то есть британский и чё сказать так себе творение у них получился одной стороны у них очень много так сказать кивков в сторону непосредственно книги если говорить непосредственно как вот строго об адаптации на данном этапе это наверное самое близкое там есть даже такие вот мелочи как вроде например а по показа того как дракулу по стене карабкать своего замка когда харкер выглядывает в окно предыдущих адаптации по вам ничего подобного вообще не было с другой стороны там очень много это мелочей перевирают некоторых персонажей опять выпилили яркий пример это квинси холм вот это естественно совмещение артура и квинси в одного персонажа или то что например амина и люська теперь сестры опять же не совсем понятно зачем так делать это никак сильно сюжета не влияет в целом в целом проблема этого фильма в основном в том что он одновременно затянут и одновременно спонтанный что я имею ввиду из-за вот этих вот значит зачастую вырезание некоторых сцен а зачастую вот как раз таки вот добавление определенных мелочей некоторые сцены кажутся чересчур затянутыми а другие сцены наоборот либо убраны вообще либо сильно порезаны и скажем так доставляются зрителю задним планом то есть например вот момент когда мина поехала к харкеру румынию чтобы это ухаживать за ним там пока он лечится доходясь в монастыре и соответственно они к момент когда они же поженились именно там как раз это все происходит на заднем плане просто вот об этом говорится зрителю одной одной конкретной фразы пока они едут как раз таки в карете непосредственно к себе домой но при этом опять же некоторые сцены через чур слишком затянуты например сцена где под конец жены дракулы окружают ван хельсинга и мину эта сцена буквально идет минут 10 хотя по сути это практически ничего не показывает показывают как они кружат вокруг них и показывают как как долго ван хельсинга черчивает круг и освещает его чтобы спрятаться от этих жены из-за чего фильм трудно очень смотреть моментами ты засыпаешь в ожидании следующей сцены а в других моментах наоборот с точки сцены эти быстро проходит это не понимаешь что происходит еще одна проблема этого фильма и почему он лично мне вот не понравился тотальный мисс каст вообще большинство актеров в основном мужских не подходит своим персонажам особенно как раз ван хельсинга он тут я не знаю какой-то придурок блин тут натуральный вот помните йоду из пятого эпизода звездных войн когда впервые нам было показывают виде такого придурковатого старика который творит всякую фигню и всячески пытается насолить люку вот ван хельсинг тут ведется приблизительно также разве что не карлик и не зеленый и не ржет как идиоты не махает палкой а по сути он такой же какой-то придурок натуральный сумасшедший рэнфилд здесь показаны то более внятным местами чем этот самый ван хельсинг я не знаю дракула мне тоже не понравился по итогу мне понравился он поначалу вот начальной сцены когда они с харкером там сидят него в замке вот там он мне как раз понравился в отличие от прошлых фильмов где дракулу сразу показывает он дракулы клыкастые все дела здесь нам вот его в начальных сценах по большей части показывает именно как такого гостеприимного хозяина как и было в книге он общается с харкером там улыбается его шутки шутят плоские но все же рассказывает ему там про всякая видно что они общаются как бы на равных в определенной степени но потом он чет прям сдувается потому что вот этот вот его образ который устоялся в начале фильм он не подходит всему остальному фильм проблемка еще один момент это как конечно мелочь но мне это не понравилось в некоторых моментах когда показывают тип как волшебство способности дракулы типа его гипноза или перемещение там в виде тумана нам показывают его облик через какой-то негативный фильтр это очень сильно по глазам режет и мне это вообще абсолютно не понравилось по итогу фильм получился с одной стороны хорошим опять же на данном этапе это наверно самая близкая адаптация непосредственно книги а с другой стороны как самостоятельный фильм его смотреть довольно трудновато если ты не читал книгу многие моменты тебе окажутся просто вообще каким-то свалившимся с потолка вот поэтому не знаю этот фильм рекомендовать трудно да и как вы если вы читали книгу не получится его так принять и как не читали книгу тоже не получится принять в общем не знаю если заинтересует можете попробовать посмотреть но я все-таки не рекомендовал далее у нас идет очень странный фильм семьдесят девятого года вообще в семьдесят девятом году вышло так два фильма скажем так непосредственно относящиеся к роману про дракул но все же как я уже упоминал в этот период начали выходить дофига всяких вариаций дракулы большая часть книги вообще никакого отношения не имеет поэтому да после этого семьдесят девятого года там будет выходить всякого полно непонятных вещей мы и дочь дракулы и вдова драку и даже собака дракулы есть без шуток есть такой фига вот поэтому все это идет мимо абсолютно вот но в семьдесят девятом как я уже сказал вышло два фильма я посмотрел вот на медни один он так просто называется граф дракула и это просто откровенный бардак который я советую все пропустить я вытерпел посмотреть только минут на 20 после этого у меня просто мозги вскипели и я выключил на хрен начинается фильм уже то есть так сказать с места в карьера именно со сцены корабля во время шторм местный экипаж пытается вытащить значит ящики с землей и выкинуть их за борт и оттуда возникает дракула и всех естественно жира и нам этого не показывают задним числом так сказать но догадаться несложно что происходит далее она показывает внезапно уже уитби она показывает психбольницу рядом кладбище на другой стороне порт и рядом церковь я я вот от такого расположения просто всего этого вот вокруг этой психбольницы просто прохерил слегка это такой милипидрический город что лишь все вот эти четыре пункта должны быть в одном месте вот далее нам показывать непосредственно внутренность этой психбольницы до старший кстати там волки ван хельсинг с ю вот так на побегушках вот и у ван хельсинга оказывается есть дочь мина вот люська это ее лучшая подруга или наоборот я уж я уж были запутался там я говорю там бардак полнейшими но собственно показывает психбольницу и это просто вообще балаган одним словом показывают никаких палат нет просто вот по огроменному особняку шлондаются кучи психов кто-то там добиться башкой в стенку кто-то орет кто-то кого-то там душит всем на все насрать просто вот реально толпа долбанутых в это самую последнюю зюзю людей с выпущенными глазами с раскрытой пастью и так далее тому подобное и между ними ван хельсинг ходит и всех расталкивать мол типа отстаньте от меня пропустите у меня дела это это что такое вообще это чего это вы показываете этого комедии что ли пытается показать или что это вот буквально первых двух сцен я уже прихерел полностью вот похер что они отошли там от канона в книге если хотят что-то пытаться свое создать да пожалуйста это будет даже интересно посмотреть но блин ну это в откровенный бред показывают ладно чертся корабль значит в это его штормит естественно им уже никто не управляет потому что все трупы и он в этом шторме втыкается собственно в бухту кораблекрушение происходит это каким-то мачаром макаром учуяла люська или минка я блин опять же их путаю уже между ними это не имеет значения и она не знаю как учуяла опять же не знаю как она узнала и она побежала через особняка в шторм через кладбище к месту кораблекрушения оттуда она находит какую-то пещеру где-то у черта на куличиках где лежит дракула и она его там находит естественно якобы единственный выживший папа я это уже чувствуете чтобы попахивает весь фильм абсолютным бредом просто буквально первые три основные сцены и уже от каждой из них хочется просто череп проломить фейспалку дальше нам нас типа знакомить с персонажами там джонатана показывают рэнфилда показана собственно самого дракула тоже показывает опять мискаст полный тотальный особенно дракула вот хоть убей я и в нем вообще дракула не вижу я не то что дракула это же вампира в него по обычного рядового не вижу блин он слишком молодой слишком жизнерадостный для этого под дракулом вообще не подходит джонатан еще более-менее ладно но он тоже какой-то слишком прям какой-то есть такой гиперактивный серьезно я вот когда вот на этом моменте до этого момента смотрел мне показалось что это какая-то пародия блин это это воспринимать серьезно как даже как триллер не то что фильм ужасов это в принципе невозможно короче вот говорю где-то минут на 20 я этот балаган на хрен выключил абсолютно вообще тотальное какое-то левое произведение но написано что типа основана на книге блин в чем там основан на книге кроме имена названия понятия не так что до дракула 79 года мимо пропускать отставить не смотреть второй фильм который вышел семьдесят девятом году относящийся непосредственно к нашей сегодняшней так сказать теме это ремейк на сферату до ремейка именно того самого на сферату который был самый первый черно-белый немой спросите на сферату же это же не дракула какая здесь весь как я уже говорил на сферату то был снят именно по роману и в этом фильме несмотря на то что он ремейк на сферату графа называют дракулой надо так как это ремейк непосредственно именно на сферату сюжет именно больше в сторону это этого самого оригинального фильма идет с очень серьезными изменениями если сравнивать ее с книгой по сути от книги там осталось так только общая канва то есть есть вампир который переезжает из трансильвании значит другой город вот это не британия не лондон фильм немецкий поэтому куда-то германию 3 и там это начинает пытая пытаться сожрать мир местных главных героинь но в этом фильме конечно опять же на сферату многое поменяли и в этом фильме как я уже сказал больше сторону сферату во первых повырезали дохрена персонажей а те которые остались более переделаны в усмерть например тут нет ни с юборта не квинси морриса не артура нет минкой здесь появляется только так постольку поскольку просто чтобы так сказать правосгласить типа вот появился вампир который деву кусает основной скажем так костяк персонажей это собственно сам дракула джонатан который к этому дракула значит приезжает его уже жена люська которая в итоге оказывается главной героиней и скажем так на вторых ролях это ван хельсинг и ренту ренту как также как в на сферату здесь является начальником джонатана и посылает его туда графу но потом он как и собственно на сферату сходит с ума его сажают в чехушку ван хельсинг здесь показано вообще неприятно во первых он какой-то прям совсем дряхлый старик который уже на предсмертном адрес скажем так а во вторых он полная противоположность оригинального ван хельсингу то есть он не верит сверхъестественные во всякие вере и так далее ничего не знает про вампиров и вот только за научный подход так стоит но в целом если вот рассматривать фильм отдельно самостоятельный я он чрезвычайно скучный он идет почти два часа и вот в то время как в предыдущих экранизациях даже в эти два часа едва ли укладывались так сказать чтобы описать все события то здесь во многом за счет того что все по вырезали том числе и определенные сюжетные повороты здесь наоборот все слишком медленно и все очень медленно и все тянущее диалоги скучные и такое ощущение как будто сами персонажи сейчас услуг местами дракулинский здесь двигается просто я не знаю еще медленнее помдач чем в оригинале в оригинале то как бы это было сделано именно в угоду так сказать хоррор атмосферы а здесь порой и хоррора вообще не чувствуется нифига даже более того за счет некоторых сцен и поведения некоторых персонажей можно вообще это назвать каким-то арт-хаусом они так странно некоторые сцены вообще просто так еще как будто выдернуты из какого-то другого фильма не настолько вообще не подходят происходящего но что сказать по итогу фильм очень спорный получился и как ремейк на сферату и как адаптации дракулы да и сам по себе как фильм тоже рекомендовать его трудновато но это не значит что его нет скажем так ну прям совсем говно нет него есть некоторые интересные идеи некоторые интересные решения которые прошлых экранизациях никогда не появлялись или затрагивались так поскольку поскольку например тот факт что в этом фильме уделили внимание крысам во многих прошлых экранизациях крыс вообще даже не было а если и были так вскользь а так в книге дракула управлял крысами и он в одной из сцен натравливал их на героев когда-нибудь приезжали в лондоне вот здесь это сделали так что типа вместе с прибытием вот город там на борту корабля оказалось сотни крыс и они там типа зараза будут привезли и пошла чума собственно в оригинальном насырать тоже что подобное было сам дракула или у граф орлок все-таки это как бы ремейк на сферату он здесь показано именно вот как вот граф орлок в оригинальном насырата то есть весь из себя скрюченные лысые бледные зубами наружу то есть прям явно по нему видно что это нихрена не человек почему это джонатан когда его увидел не догадался особенно если учитывать что до этого показывали сцены с цыганами и с местными жителями как и книги было и они вот там и крестик на шею повесили и книжку с информацией дали и отговаривали все дела и того даже вообще никаких сомнений за не закрал точение закрались но уже поздно было вот и собственно да вот еще один момент который мне понравился связаны как раз джонатра граф его таки куснуть-то успел когда он усилит у него в гостях так сказать был и под конец фильма джонатан окончательно превращается вампира и типа после смерти дракула типа на него теперь перелагается это проклятие и он так сказать уезжает заката показа показана сцена как его на коне сказать это тоже довольно интересный момент то есть с одной стороны они как бы следует общей конве книги но при этом вносит какие-то свои элементы скажем так не особо противоречащие текне этой книге вот например в прошлом фильме как раз вот от восемьдесят девятого года в который уже непосредственно про драку там столько всякой от себя тины что можешь сказать от книги остались только общее место действия и беда персонажей блин вот вот это как раз плохой от примера того как надо менять в свою пользу так сказать его в режиссерское видение так называемую то есть типовых я художники так вижу да это как бы не отрицают но вот в этом случае как раз на сферату это хорошо получилось потому что опять же это скажем так как я уже сказал основной костяк книги основная идея основной посыл все же все еще сохранен но при этом вносит что-то свое новое как-то изменяется по-своему принося свои собственные идеи и мысли а вот в прошлой экранизации там просто нахер все послали и типа я буду все по-своему снимать а книга вообще говно и и нафиг я вообще ничего не знаю и просто эту книгу используем типа название используют для привлечения внимания фильм совершенно другой другой а другого и так далее и тому подобное поэтому в этом плане фильм все-таки несколько выделяется но да по итогу довольно скучноватый я его прямо что называется пересидел постоянно смотря на время типа когда он закончится там очень все медленно очень все муторно и как я уже сказал многие сцены просто вообще не всего не гордо и они еще и растянуты этот фильм можно запросто в половину урезать без шуток но опять же это не делает его плохим все-таки некоторые интересные моменты там есть но опять же рекомендовать для просмотра его конечно тяжело ну и такие вот макаром скажем так мы делаем такой небольшой потом таймскип дело в том что по дракуле или с участием дракулы скажем так фильмов ты выходил как я уже сказал полно уже в паблик домен перешел но вот непосредственно адаптации книги долгое время потом не было видимо кто-то наверное догадался что что-то последней нашей экранизации какая-то лабудень вот и надо так сказать небольшой перекур здесь так-то дракула то тут-то там постоянно мелькал каких-то непонятных фильмов опять же я до сих пор охраневают того что есть фильм собака дракула и нет я его не буду смотреть недостаточно того что я знаю его его существование но в следующий раз следующий раз будет довольно скажем так знаменательная вещь для дракулинского соу мы таки дошли до куполовской адаптации 92 года да вот такой вот резкий скачок в принципе оправдан потому что в основном там в этот период выходил какой-то шлак непонятный типу монстр склад который непосредственно к дракуле отношения имеют весьма впоследствии так называемые соусом вот собственно значит к полоской адаптации смотрел я ее лишь единожды когда-то в юном возрасте но не прям чтобы в юном но точно лет 15-20 назад на тот момент я не знаю наверное сказывается просто возраст и отсутствие опыта тогда мне наверно все нравилось что я смотрел даже любой шлак ибо доходить вокруг да около я не будут фильм говно и пускай меня в комментариях разорвут ностальга тары фанаты 90-х и прочее но бля как сам по себе фильм отдельно от книги как само единое произведение его можно условно поделить на две части первая половина это какой-то эротический арт-хаус а вторая это просто наркоманская бредятина если же сравнивать его с книгой то ебаться сраться на я до этого уже посмотрел на из десяток адаптации этой книги в каждой из них были какие-то свои нестыковки какие-то свои особенности что-то вырезали что-то привносили но все равно скажем так основная идея основной посыл и основной костяк как бы книги сохранялись здесь же перевернули вообще все с ног на голову оставили только вот что называется скелет то есть есть дракула есть персонажи которые хотят его завалить и это и все знакомые персонажи вроде как есть как сказать персонажа именно но вот именно назвать их знакомыми персонажами у меня вообще язык не повернется это например квинси морис и артур холл вуд от них вот только имена остались то есть они и они вообще в сюжете практически никак не участвуют даже смерть квинси которая вроде как каноничная от ножа в конце она вообще никак не влияет как только подыхать про него все разом забывают вообще абсолютно просто нафиг нет его все сдох и хер с ним best friend что называется ага блин но это ладно допустим второстепенные персонажи но блядь главных персонажей само собой первую очередь это дракула они добавили на это там вначале это сцены с с прошлым типа как в 15 веке там воевал вот и там его между прочим показывать с положительной стороны что я вижу как прямую отсылку на книгу где он опять же те монологи толкал про то как он там воевал землю свою защищал и весь из себя такой вот хороший правитель был вот но они точнее он купола решил добавить элементы из одной из прошлых экранизации а именно любовную линию про то что жена у него была и эта жена реинкарнировалась уже так сказать во времена происходить происходящий к не в книге хотел сказать в наше время но там уже ни хрена не наш но для того чтобы а рекордировалось надо и умертвить и умертвили и идиотским способом она взяла и сиганулась в окно там как бы объясняется типа что я пришло и письмо о смерти мужа но блин ну это но это же кошмарно нелогично чё неужели это скажем так как бы так сказать не то чтобы сводок военных но неужели скажем так свой свой никто не мог принести весть о том что мы победили бля я вам гарантирую они узнают об этом от своих гораздо быстрее чем какой-то там снайпер закинет ей стрелу с этим с письмом ну ладно допустим допустим вот она самоубилась и дракула из-за этого начал проклятие в сторону бога посылать и таким образом вампиром собственно и стал как бы дракула здесь как раз таки вот именно такая полудраматическая ветка идет как я уже сказал взяты из одной из прошлых экранизаций я уж не извините не вспомню из какой они у меня уже в башке все перемешались вот джонатан в общем фильм начинается вроде как и обычно то есть джонатан прибывает значит харкер прибывает к этому к дракулинскому там еще в начале показали что типа его это начальник сначала послал туда рэнфилда типа они с харкером в одном этом бюро работают юридическом рэнфилд приехал из брендил его посадили психушку видимо это не никого не натолкнул ни на какие мысли что туда больше не посылать никого не надо но нет послали еще раз как харкера туда рэнфилд по ходу фильма тоже показан крайне опосредственно он появляется по моему только три раза за весь фильм и все что он делает это кричит и такая это кричит его а господин дайте мне жизнь я ваш навеки все делаю все таком духе наш прибывать короче харкер в это вас объект дракуле ракула показывают стариком морщинистым таким там естественно всякой 4 чертовщина творится типа волков летучих мышей все такое вот и уже здесь дракула скажем так проявлять защитки неврастейника скажем так если вы смотрели я думаю поймете о чем у него настроение резко меняется от одного в другом харкер ведется кстати достоин его играет кианка рис дракулинского гарри олдман играет вот относительно декорации относительно постановки и относительно игры актеров у меня общение претензий нет тут вот все прям вообще отлично на вид у меня проблема к сюжету и к режиссур и вопросы такие большие короче не буду описывать весь сюжет в общем основная конфа в принципе как бы идет так же как по книге есть отличие определенные что то умолчали например сцены на корабле практически никакой нет вопрос пока за что он приплывает и все это что всех перебил что-то чуть-чуть там замалчивается но основная скажем так сюжетный нарратив есть проблема себя в том что здесь персонажей всех числе сток на голову перевел перевернули самые это скажем так яркие представители этого это ван хельсинг и мина ну и дракула сова собой тоже ван хельсинг я вообще не знаю он когда появляется в к это в конце ну не то что в конце во второй половине фильма его играется эти сэр хопкинс вот я не знаю такое ощущение как будто они вдохновлялись йодой из звездных войн потому что он ведет себя как придурок натуральный блин то есть там была сцена когда ближе к концу фильма когда они с харкерами харкерами уже на данный момент уже встречаются за ужином знакомиться и мина спрашивает типа что там с людьми случилось объясните типа ее же не было в этот момент когда они убивали а он такой ну подумаешь мы ей бошку отрубили кол в сердце садили да фигня делов слегка приукрашиваю но посыл его сообщение был именно такой то есть ты говоришь лучшей подруге что мы да просто так знаешь казуально пришли в склеп скрыли этот гроб секир башка сделали и пошли по домам это же это маразм откровенный так сейчас никто себя не ведет а я смею напомнить 10 это происходит 19 веке в лондоне викторианской эпохи так себя точно вести никто не будет и кстати о психах отойду немного в сторону там пока показывали псих лечебницу этого сьюварда я бы не знаю это 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 не 19 век это по-моему какой-то и инквизиция средневековья это показывает какой-то лютый подвал какой-то как каменный ходят какие-то мужики с клетками на башках брать не секирами с какими-то брать я не знаю вот о чем я и говорю это какая-то наркоманская фантасмагория баб это девок мне не понравилось как здесь показали их показали какими-то шалавами натуральными все о чем они говорят это только мужиках со всеми совпадающим я недаром заметил чтобы одну половину фильм можно назвать эротическим артхаусом в первой половине эротических сцен по моему штук 5 через каждые 10-15 минут чего я вообще не ожидал от фильма как бы сама книга вообще никак не способствует подобному проявлению да там есть некоторые определенные намеки если быть более конкретным то там есть две подобные сцены одна это когда как мы как их называют нынче жены дракулы находит харкера когда он там засыпает а там где ему не положено в самом начале когда он находится уже уже когда он осознает что он уже в плену дракулы это там идет как раз от монолога непосредственно харкера как он это сквозь затуманенный взгляд видит и даже он там как бы описывает это в дневнике то что типа ему противно что там происходит кстати да вот этот момент мне понравился в начале есть пара аллюзии как раз таки на книгу где они записывать все в дневнике и такими своеобразными внутренними монологами но к сожалению этот плюс на 1 минут 10-15 потому что про это тут же забывают такое ощущение как будто это копало такой так мышь по книге блин делаем фильм давайте мы пару-тройку отсылок туда пихнем и все типа по книге сделано мина меня вот как персонаж больше всего выбесила вот это ее постоянно метание ой я тебя люблю ой я тебя люблю вплоть до того что она сама добровольно кусает дракулу под конец да там типа можно сделать это отсылку на книгу типа он там ее загипнотизировал но блин фильме это вообще никак не показано то что какой-то гипноз проявлял а уж под конец она там внезапно сама начинает какие-то заклинания кастовать от чего вообще в ахуе был на наш были человека полноценным вампиром не стала тем более дракула ничего подобного не кастовал а она показалось бы под дракулы ходит она просто вот только новорожденный вампир и уже что-то там кастует заклинание чтобы солнце в закат быстрее уходил возникает правда вопрос если вы такие заклинания знаете чего-то обоитесь-то этого солнца вообще кстати в этом плане еще там было пару сцен которые тоже меня слегка шокировали в одной сцене значит дракула когда зеркало увидела одним взмахом его руки его разбил а в другой сцене когда как раз таки жены харкера соблазняли очень как сказать соблазняли это в книге него соблазняли а тут они уже прям это скажем так рвались в действии если вы понимаете чем кстати одну из них играла моника белучи вот за вот за это плюсик но собственного дам то там была сцена когда они пытались его съесть и было показано что у него на шее крест который дали ему повозки цыгане не цыгане местные жители вот и одна из этих жен там как раз так который моника белучи играл тоже взмахнул рукой и этот крест нафиг расплавился вопрос если вы это грубо говоря не кресты не солнце не зеркала вы ничего не боитесь достаточно вам рукой вза это замахнуть вопрос тогда появляется а чего тогда вообще вампиры должны бояться то есть фильм даже свои собственные правила не соблюдает там вот например это опять же возвращаемся к людьми они и умертвили значит кол садили потом башку отрубили как в книге был хотя в книге там еще добавили чеснока всякого там в рот напихали все в таком духе вот под самый конец когда hopkins slash helsing добрался до замка дракула где спят его жены кстати просто спят так безо всяких гробов он им чисто бошки отрубает то есть колу в сердце он не ссаживает то есть это уже не надо про дракула я вообще молчу ему просто кинжал в сердце воткнули обычный кинжал уже после того как наступил закат то есть есть в книге они успели под самый последний момент это сделать непосредственно вот это нож в сердце и потом ножом еще бошку ему срубили то есть сделали то что надо они успели в самый последний момент то здесь он последний момент вырвался начал там кого-то душить и только тогда ему нож в сердце вонзили и это его убило опять же вы же свои собственные правила нарушаете блин короче как экранизация это вообще полнейший прокол персонажи вообще не соответствует своим прототипу практически никак только имена знакомы и это кто-то еще называет лучшей адаптацией лучшая адаптация маяс как говорится это ужасный фильм даже как просто сам по себе фильм опять же говорю одна половина это эротический артхаус на другая половина наркоманский трепак какой-то блин особенно когда показывают эти вот сцены психушки с сэрки в замке опять же как как себя ведет мина вот это вот постоянное метание от джонатана дракуле еще особенно концовка когда она на джонатана уже ствол наводит спойлеры упс если кто не смотрел и он ее просто отпускает типа ладно иди с дракулой блин короче говнище это не адаптация и как сам по себе фильмом говно там есть конечно безусловно плюсы опять же актерская игра постановка декорации спецэффекты это все топишь девки красивые голосистые да это это тоже плюс но книги это вообще никакого отношения не имеет так что бля я был очень неприятно удивлен вот что называется не надо пересматривать старые фильмы пускай они блин у тебя в башке хотя бы средняками остаются но не от блин я вот пересмотрел и был разочарован и так внезапно благополучно заканчиваем дракулинским дело в том что такты фильмов с его участием было потом после вот купола и как бы дохрена самых разных но на мое удивление непосредственной адаптации вот прямой адаптации книги больше не выходил я не знаю что-то как-то так получилось но все время выходит то какие-то приквелы то какие-то в бок вал этот сиквел и непонятные чаще всего они просто пытаются разные режиссеры там пытались перенести события книги зачем-то то ли в какой-то другой временный период как правило в наш что ли вообще куда-то в будущее блин там есть например дракула 3000 где он в космосе естественно фильтр шоу и начал смотреть посмотрел полчаса поплевался и не хватило самые разные вариации были есть например дракула 2000 никакой связи с дорогой 3000 нет вот там единственно чем он выделяется это то что перенесли так сказать в наше время весь сюжет это что дракула играет джерард батлер актер хороший на фильм говно но видимо народом зашел потому что был у него аж на два сиква целых таки таких подобных фильмов и даже сериалов каких-то мини-сериалов даже netflix отличился да оказывается было такое что-то вот там какую-то предысторию пытался снять что-то что-то все время какой-то скажем так замес вокруг дракулинского постоянно был но непосредственно книгу учет как-то мало казалось а то что даже носила название типа брэм стокер дракула мало что поправит это с этой книги как раз общего имел даже от ассайлум была пародия на это дело но все-таки несколько фильмов и напоследок я бы хотел отметить посмотрел первую очередь это конечно дракула дэдэн лавин от 95 года она у нас это по моему перевели как мертвый веселый ли как-то так это пародия слезли нильсином главной роли причем пародия преимущественно на экранизацию тридцать первого года с бело лугоси но в целом там пародируется вообще очень много всяких разных факторов тропов так называемых всяких разных вещей вовремя у меня телефон зарядился там есть и хохма над кополовским дракулой и над книжным дракулой даже на атмосферату двадцать первого года черно-белым вот мне комедия это в принципе очень даже зашла да там юмбор конечно несколько старомотный такой но я поржал мне понравилось было приятно фильм смотреть на мое удивление оказалось что этот фильм вообще многие не любят на западе а так вообще за хайли я из честно не понятно не пойму почему наверное как раз таки вот из-за того что юмор там такой старенький к тому времени уже в америке предпочитали сортирный юмор сожалению но как-то до фильма тут не удался но мне понравилось есть она наверное еще один момент который из-за как из-за чего как раз фильм тут не удался это потому что он снят именно для фанатов дракулы то есть если вы не смотрели дракулу с белого госи или дракулу от хаммера или даже дракулу от кополы большинство шуток провод мимо вас пролетит абсолютно если вы книгу даже не читали то это вообще фильм абсолютно не для вас то есть да это снято вот именно что для тех кто хоть что-то знает про дракулу кроме того что вам вампир наверное поэтому фильм действительно провалился второй фильм который хотел бы отметить и рекомендовать для просмотра это ван хельсин 2004 года то драк дракуле он никакого по отношения посредством не имеет книги я имею ввиду но дракула там все-таки мелькает дело в том что стивен соммерс снял и такие как бы так сказать и такую современную вариацию монстр склада короче еще студии universal когда они начали снимать вот эти вот всякие фильмы там дракула франкенштейн обороте человек-невидимка вот это все дело они все это потом закончили и таким кроссовером таким где все монстрюки собрались и вот этот ван хельсин где хью джекман играет это что-то вроде вот этого фильма только в современной обработки такой супергеройской в стиле marvel еще до того как marvel стала популярна скажем так получился очень знаете ли добротный такой зрелищный action со знакомыми персонажем конечно их там обыграли по-своему несколько но смотрится довольно оригинально и интересно мне понравилось и я в принципе рекомендую посмотреть если вы хотите посмотреть вот реально такой как бы так сказать бестолковый бессмысленные зрелищный боевичок потому что есть начать него вдумываться это бред это именно что вот такой вот блокбастер зрелищный который вот надо вот в кинотеатрах смотреть со всеми свистоперделками конечно и дома можно его посмотреть но да мозг надо отключать при его просмотра по нему кстати еще вроде как игра была на playstation 2 и который я даже ни разу не трогал надо будет попробовать ну и напоследок вот совершенно так сказать свежак новый фильм вот этого года 2023 ранфилд называется ну что тут сказать у него только одна положительная черта а ну сам фильм если вкратце я спойлерить не буду потому что все-таки относительно свежий если вкратце там он непосредственно как раз про ренфилда как он пытается так сказать жить в современном обществе уже то есть в обществе 2023 года вот единственный положительная черта этого фильма это николас кейдж в роли дракулы если вы хотите увидеть как николас кейдж в очередной раз кривляется кричит и пляшет на камеру это фильм для вас к сожалению там самого кейджа минут 20-30 от силы но да это единственное положительное в этом фильме я ведь недаром отметил что ренфилд пытается адаптироваться к обществу 2023 года а да там есть и современная в кавычках социальная драма и в кавычках современной тенденции вот это все дело но самый главный конечно фейл этого фильма в том что он вообще не про ренфилда и не про дракулу ладно допустим он не про дракулу как бы понятно называется рентом но он даже не про этого непосредственно персонажа он прошел он про кое-что другое опять же как только вы начнете его смотреть вы сразу поймете что что-то тут не то эти персонажи здесь вообще лишние в истории если честно поэтому получился как левая шняга и в принципе как я за это заметил по отзывам не один я это заметил фильм провалился прокате ну да и ради кривляния николаса кейджа в дракулу прям в образ дракулы современного влился про вашей ништяк разок посмотреть этот фильм можно ну и засима наверное заканчивая вот это вот ретроспектива так сказать именно дракулы опять же про дракулу овер дохрена фильмов да и не только про него вообще как бы так сказать завершение надо отметить так то что дракула самая сама книга далеко не первое скажем так появление вампиров в масс-медиа скажем так то есть тогда это были преимущественно книги одно из первых до был каш дракул но до этого была еще тоже популярная книга я уж не помню автора кормила называлась про вампиршу кормилу он насколько я понял основывает свой роман я к сожалению читал меня нет этой книги надо поискать найти он основывал ее на исторической личности кажется венгерской графини средних веков элизабет бартли но и если правильно опять же она венгерка rgb кажется так правильное время читается она стала знаменитой тем что пытаясь сохранить свою молодость купалась в крови своих служанок девственниц в прямом смысле то есть набирала ванну убил убивала служанок этой крови набивала набирала ванну и там плескалась а ну по крайней мере так это история в это приукрашивает возможно так на самом деле не было но факт в том что ее осудили за множественные убийства и там было что 50-60 что ли где-то читал вот короче поубивал народа полно ну и в том что вот как раз таки что-то там с кровью было и как раз народ суеверный присуждал всякие разные сверхъестественные способности и вот у нее образ такой закрепился и до наших веков так сказать добрался вот это вот так сказать первые самые вот так сказать вот эти вот три образа бартли кармилы дракула первые самые такие основные три образа которые закрепили или так сказать сформировали современные облика вампиров которых мы видим сейчас с клыками с трансформацией в летучую мышь там то что не света боятся и так далее и тому подобное хотя в книге кстати свету дракула не боялся тебя да он не мог применять свои способности но днем он свободно шаркался по лондону и его был вот эти вот трое так сказать сформировались дело и нынче вампиры есть везде в комиксах в манге в аниме в изю играх конечно везде есть перечислять можно товар до хрена самый популярный наверное это вампирелла есть такая супергероин да блэйд хоть он и дампир но все-таки он находится на дракулу да у marvel есть свой собственный дракула если вы не знали вот опять же вампир hunter d который я упоминал про троспективе на кастельване хелсинг который анимешные манга кстати надо быть его посмотреть я в свое время это я так сказать на пике популярности аниме хелсинге его застал первую экранизацию посмотрел а вторая экранизация только выходила так сказать тогда я помню смотрел только первые два эпизода эти эпизоды выходили очень редко очень непостоянно и долго их ждать приходилось в итоге я хер забил и благополучно вообще забыл про эту франшизу на посмотреть да сняли его наконец-таки уже за эти 10-15 там сколько лет если до сняли надо посмотреть потому что зрелищная вещь было вот ну в общем до хрена всякого в играх опять же это появлял проявлял самый яркий пример конечно же кастельвания который мы с вами разобрали blood rain была хоть она и опять же вроде как дампир я уж точно не помню но вот такая вот фигня есть короче скажем так образы вот этих вот трех вампиров кармилы бартли дракулы очень значительно повлияли на все масс-медиа куда не суньтесь даже черт побери франшиза twilight блять даже такое чудо она породила чтобы в общем ладно давайте на этом так сказать завершать опять же я здесь хотел чисто вот разобрать саму книгу и ее экранизации непосредственно всякое стороннее опять же если я буду все прям рассматривать то это ядрить это растянется до чертиков так что давайте на этом остановимся если вас интересует так сказать тематика вампиров в принципе это можно продолжить опять же как я уже сказал и анимешек всяких полной и игр всяких полно как бы окунуться с головой туда можно так что пишите в комментариях что думаете о книге сегодня упомянутых мою фильмах ну как сказать сегодня для вас то это будет сегодня для меня это будет уже несколько месяцев назад ну и собственно вот этот главный вопрос на относительно вампиров как вы к ним относитесь каких вампиров вы знаете вот я вот например помню это еще из комиксов в свое время когда у меня был так сказать бзик своеобразные где-то в середине в конце может быть двухтысячных увлечение всякой готической субкультурой я наткнулся на такую вещь как хаос комикс сейчас нынче эта контора уже благополучно сдохла вот но у них были всякие комиксы на всякую мрачную и тематику и там и про вампиров тоже было там было персонаж там часть эти ее звали на вампиров она охотилась там был такой персонаж как злобный эрни к это там было злобный смайлик до был была такая хрена самый популярный и персонаж оттуда это леди смерть по ней даже по моему полнометражный мультфильм был а еще там было перебыл персонаж пургаторе она вроде как демонасса но у нее вроде здесь не изменяет память какие-то способности вампирские есть так что можно тоже ее можно так стать вампировать и запихнуть короче вспомнить можно всякого пишите кого вы вспомните интересного и интересно ли вам тема это вообще ну и на сегодня давайте пожалуй закончим и я друг другую тему какой перейду в следующий раз на сегодня все всем спасибо за внимание до скорых встреч